На корте катается 2-3 человека, 1-2, и мы заливаем большую площадку, но тем не менее мы многие годы ее заливали. К нам поступило предложение от Министерства спорта Ульяновской области, в связи с тем, что должно было в сентябре-октябре прийти оборудование по федеральной программе развития спорта. Суть предложения. Вместо бесполезной коробки построить поле с искусственным газоном и модульными раздевалками. Новым освещением и в целом эту парку только на пользу. Участок передали спортивной школе Олимпийского резерва по футболу. И вроде бы, какой тут может быть спор, что плохого в футболе? Но местные жители инициативу восприняли, мягко говоря, с недоверием, ожидая вороха сопутствующих проблем. Тут и возможный наплыв автомобилей и вообще, почему их-то не спросили? Вы должны балансировать интересы граждан, балансировать. Первый проснулся чиновник, балансировать должен интересы. А не то, что чиновникам сладко, а остальным проблемы. Да вы копите проблем, вы их не решаете. Одну проблему вы решаете, три копите. Это не управление. То есть здесь два мальчишки будут играть в футбол за деньги, а у нас там будут между машин бегать. При этом руководитель спортивной школы уверяет, что не за деньги, а бесплатно. И вообще, площадка будет доступна всем желающим, но с определенными условиями. Здесь будет у нас заниматься детская спортивная школа. Значит, в первую половину дня есть возможность проводить занятия общеобразовательным школам по запросу. Что касается вечернего времени, значит, опять-таки, организованные какие-то группы жителей, тоже как бы здесь будет предоставлено время для занятий. Но люди обещаниям чиновников давно не верят, во всем ожидая подвоха. Если сейчас спасовать, потом территорию уже не отбить. Что мешало залить площадку в этом году, если строить начнут ближе к весне. Но есть и альтернативный взгляд на ситуацию. Я многодетная мама, у меня четверо детей. Мы занимаемся в Центре развития творчества. Двое старших моих сыновей занимаются шахматом. Но когда мы посещаем детский лагерь, когда мы посещаем этот парк, трое из моих детей занимаются, например, футболом. И когда сказали вот эту новость, что здесь будет футбольное поле, оно будет с покрытием. Для нас это, наоборот, это радость какая-то для родителей. Я отец троих детей. Я живу в 27-м доме. И живу там 15 лет. Я вижу, как используется площадка, как она использовалась. Летом она никак не использовалась. Зимой, если хороший был лед, нормальный, ровный, залит, на нем катались. Если кочками, то не катались. Вот я... Должны быть разные точки зрения, правильно? Вот я как местный житель говорю, что мне и моим детям эта площадка нужна. Налицо классическая ситуация. Три страны, три разных мнения и куча вопросов. Почему именно тут? Почему не посоветовались? Так и осталось непонятно, почему территорию прикрыли сейчас, если футбол только летом. Да и жалобы людей понятны. Цитата. Плевок в виде катка рядом, маленького, их не устраивает. Но все же логическую точку споря удалось поставить. Решено подождать до лета, так сказать, опробировать. Если поле людям зайдет, то его оставят. Если нет, то вернут, как было. Продолжение следует...